Не секрет, что основное оружие в борьбе с наркотической зависимостью среди подростков – это профилактика. При этом важно не просто рассказывать школьникам об устрашающей статистике и последствиях токсикомании, а именно сформировать у юных славянцев стойкую установку на здоровый образ жизни. Как это сделать, смотрите в следующем материале выпуска. Сохрани жизнь себе и убереги друга от беды. Под таким названием во всех школах района 7 октября прошел единый районный день, призванный обратить внимание детей и взрослых на проблему токсикомании в молодежной среде. В 16-й школе в этот день ребят ждали необычные уроки. На них школьники не отвечали у доски, как обычно, зато писали письма, рисовали, пели. Добрый день, добрый день, песни, 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 песни. И все это для того, чтобы донести своим сверстникам, как прекрасна и многогранна жизнь, если она наполнена массой ярких событий и впечатлений, и как важно правильно относиться к своему здоровью. В рамках акции учащиеся должны были написать на стикерах и приклеить на всеобщее обозрение слоганы, отражающие приоритеты ребят. Мы за здоровый образ жизни. Нам надо бегать, вести спорт, заниматься спортом. И жизнь дается один раз, поэтому надо ее беречь. А старшеклассники на уроках русского языка и литературы писали в этот день сочинения на тему, что бы я сказал своему другу. Таким письмом-пожеланием ребята обращались к своим сверстникам, подверженным пагубным привычкам. Люди пускают в свои уста врага, который похищает их мозг, сказал Шекспир. Я согласен с этим высказыванием и считаю, что алкоголь и наркотики, несомненно, наносят человеку огромный вред, как физический, так и душевный. И эта проблема актуальна сейчас, так как среди молодых людей становится модно употреблять спиртное или наркотики. В моем кругу нет людей, страдающих наркотической зависимостью. Однако я знаю много случаев, когда люди ломают свои жизни безвозвратно, отдавшись наркотикам. Но бывает и хуже. В поселке около моего города двое ребят скончались от отравления газом. Неужели несколько минут эйфории и наслаждения могут так дорого стоить? Что может быть в жизни дороже здоровья? Здоровье – это залог нашего счастья. Здоровье дороже золота. Я часто задумывалась, почему люди губят свое здоровье – от безделья или для самовыражения? Каких невероятных успехов могло бы достигнуть человечество, если бы оно было более трезвым и разумным? По мнению активистки школы Анны Деметрюк, очень важно проводить подобные акции. Мы старшие классы, мы подаем пример детям, малышам, которые учатся в начальной школе. Они уже смотрят, они видят, что это делать не нужно. То, что нужно жить, заниматься здоровым образом жизни, правильно питаться и ни в коем случае не баловаться наркотическими веществами. И они это уже не делают, они уже ведут нормальный здоровый образ жизни. А в лицее номер один в этот день создали целую планету, где поселились все те же жизнеутверждающие слоганы, которые сочинили сами школьники. Кроме того, ребята устроили настоящий танцевальный флешмоб, чтобы еще раз показать сверстникам. Спорт и здоровый образ жизни не только полезная, но и модная альтернатива любым вредным привычкам. Алена Лавринова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова